Начнем с позитива. Физкультурно-оздоровительный комплекс по губернаторской программе в Высоковске готовится к сдаче. Накануне глава района провела рабочую встречу с застройщиком. Елена Перцева продолжит. Сегодня здесь монтируют чашу бассейна, укладывают плитку в душевых, штукатурят стены. Высоковский фок вышел на финишную прямую. Откроем бассейн, откроем в целом физкультурно-оздоровительный комплекс уже летом. И, соответственно, наверное, это вдвойне приятно, поскольку действительно лето – это период, который олицетворяется с оздоровлением, с отдыхом. Отдохнуть и оздоровиться можно будет в 25-метровом бассейне с шестью дорожками. Для тех, кто следит за фигурой – тренажерный зал с новейшим оборудованием. В зимний период будет работать лыжная база с прокатом спортинвентаря. Цена вопроса будет решена, исходя из экономики. Потому что мы не можем назначать цены, что говорится, с потолка. А мы должны посчитать, сколько экономически стоит. Уже точно известно, что фок будет носить имя Ивана Ивановича Рыбина – фронтовика, высоковчанина, посвятившего всю свою жизнь развитию спорта в родном городе. Если полный название сюда написать – будет фок. Нет, нет. Мы, может, там Ивана Ивановича куда-то сюда поместим. Да, это на доске. А это вот на фасаде, может быть, и пусть. А почему не окупу? Ну, да. Ну, давайте подумаем просто. Наконец-то здоровый образ жизни побеждает в нашем городе. То дело, которому посвятил всю свою замечательную жизнь Иван Иванович Рыбин. Открытие фока для Высоковска будет не только общегородским праздником, но и историческим событием. Поэтому власти города и района уже готовят приятные сюрпризы. Елена Перцева, Александр Сидей, Юлия Левицкая. Новости дня. Новости дня.